Очередное новоселье сегодня отмечают в поселке Красное. Спустя две недели после запуска новой школы в муниципальном образовании сельхозпроизводственный кооператив «Харп» торжественно открыл молочно-товарную ферму, рассчитанную на 100 голов. На производственном объекте побывала наша съемочная группа. Новый производственный объект хозяйство построило за счет собственных средств. Стоимость строительства составила порядка 30 миллионов рублей. Обновление производственных мощностей стало возможным благодаря государственной поддержке, которую ежегодно получают животноводы. Новую ферму работники кооператива ждали давно, как отметил председатель СПК «Харп» Николай Колесников. Подрядчик компании «Извостроитель» ответственно подошел к своим обязанностям. Объект удалось построить за год. Большое спасибо строителям, нашим подрядчикам в лице Терентьева Олега Михайловича, он представляет данную организацию строителей. Нечтая со временем, с погодным условием, все-таки они возвели этот объект и сдали его нам в должном виде. Поздравить работников сельхозпроизводственного кооператива с новосельем и профессиональным праздником сегодня пришли глава Заполярного района Алексей Михеев и руководитель профильного окружного департамента Сергей Андреянов, который зачитал поздравительный адрес от имени временно исполняющего обязанности главы региона Александра Цибульского. Открытие нового здания молочно-товарной фермы СПК «Харп» – это ощутимый шаг на пути реализации окружной программы по развитию агропромышленного комплекса. Возможность строительства таких молочно-товарных ферм обеспечивает перспективу устойчивого повышения экономической эффективности отрасли молочного скотоводства, а также укрепление конкурентоспособности хозяйств в современных рыночных условиях. В церемонии открытия фермы принимал участие и подрядчик, гендиректора компании, извостроитель Олег Терентьев. Он вручил символический ключ от производственного объекта заместителю председателя СПК «Харп» Надежде Каневой. После этого торжественное перерезание красной ленточки. Стоит отметить, что ферма в Красном построена не по типовому проекту, а по индивидуальному заказу СПК «Харп». После официальной части для гостей, среди которых были и бывшие работники кооператива, провели экскурсии по производственным помещениям. По ихнему заказу, вот конкретно сидели над каждым пунктом, где то, как, четко под их нуждом. Под наши условия, под наши потребности. Нигде, допустим, вот такой бычарный, понимаете, это чисто их, помолочные тоже, чисто вот. Надо сказать, что руководители хозяйства очень громадно к этому подошли. Мы даже, у меня зампоснабжения, полковый опытный человек, который там в жизни уже там все переведет, говорит, в чем сложность это, Павел Васильевич? А он говорит, сложность в том, что они все там хорошо знают, и мне приходится там подбирать. Начать коррективы все подбирать. Да, выискивать и подбирать, да. Строительство фирмы стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке, субсидиям из окружного бюджета. В прошлом году кооператив получил из окружной казны порядка 15,5 миллионов рублей субсидии за каждый килограмм реализованного или переработанного молока. С начала года в СПК было перечислено свыше 6 миллионов рублей субсидия на повышение продуктивности в молочном животноводстве. Теперь руководство сельхозпроизводственного кооператива уверенно смотрит в будущее. В перспективе, соответственно, это увеличение поголовья крупного рогатого скота, то есть дойного стада. На сегодняшний день у нас 32 головы, значит, у нас рассчитано на 50 голов дойного стада и на 50 телят. Это самое. И увеличение удоев, соответственно. При таких условиях, я думаю, что можно работать, как говорится, не покладая рук. Сейчас на ферме содержатся телята, нетели, дойное стадо, бык и лошади. По словам Надежды Каневой, пик надоя приходится на период с марта по сентябрь, когда объем молока достигает порядка 900 литров в сутки. В первую очередь молоко реализуется в детские сады и местные магазины. У нас выпускается, как и было, мы выпускаем масло, творог, сливки питьевые, сливки пластические, иногда продаем, кто спрашивает, молоко. Это все в магазине три раза в неделю у нас. Рады новоселью не только работники фермы, но и животные. Представители царогатого поголовья оказались весьма гостеприимными и с трудом сдерживали свои эмоции. Что касается старого здания фермы, то в будущем его планируют снести, а территорию использовать под выпас крупнорогатого скота и хранение сена и сеножа. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Илья Сахаров, телеканал «Север», поселок Красное.